Итак, добрый день. Сегодня мы начинаем разбор третьего цикла. У нас два фильма. Форест Гамп и Малыш с Брюсом Уиллисом. Посмотрим, какие профили поставили и какие нужно было поставить. Начнём с самого простого. Вот есть Буба Блю из Фореста. Вот я рад, что поставили ему 1, 2, 3, 4, но поставить ему 3, 4, 5, 6 это совершенно неправильно. Потому что 6 это вообще, говоря, университетское образование. Человек с интеллектом, с образованием, с классической школой должен, конечно, иметь 5, 6. Ну 6 точно, но не Буба Блю. Буба Блю 1, 2, 3, 4 и там видно всё. Ибо либо в пространстве, либо в природе, к семье, точечным операциям, его целеустремлённые, всё это там есть. А вот Дан Тейлор это, конечно, 3, 4, 5, 6. Это классика. Это университетское образование. Это человек со своей судьбой. Но как только кончается его судьба, ему нужно выработать новую систему взглядов. Он не может это сделать. Он не может подняться выше шестёрки. Поэтому, конечно, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 я бы поставил какому-нибудь мелочному торговцу, но не офицеру с университетским образованием. И в общей 2 это любовь к земле. Нет тут такого. 3, 4, 5, 6. Ну, что ещё? Давайте посмотрим. Конечно, Форест это восьмёрка. Он очень хорошо чувствует других людей. И те, кто вокруг него, мама и Джейн, у них тоже есть восьмёрка. Они тоже чувствуют его и тоже чувствуют других людей. Но они разные. Значит, лично я поставил Форесту 1, 2, 5, 8. И вот почему. Это очень странный тип. У него точно нет целеустремлённости. Тройки. У него точно нет четвёрки. То есть, понимание ролевой структуры. У него нет умения рассуждать. Шестёрка у него очень-очень примитивная. И у него нет самостоятельных идей. То есть, никакой семёрки. Но у него есть. Во-первых, у него есть быстрота реакции и поступка. Пять. У него есть чувства других людей – восемь. И у него есть один и два. Вот то, что он может играть в теннис бесконечно – это один и два. Он концентрируется и повторяет свои действия. То, что он вытаскивал солдат с поля боя – это один и два. То, что он отвечает по команде правильно – это, вообще говоря, один. Ну, может быть, два. То есть, повторяет. Но пять и восемь его, конечно, сильно спасают. Люди от него шарахаются, потому что они ждут четыре ролевого поведения. Ну, может быть, целеустремлённости. Но так, чтобы было пять и восемь, и сразу один и два – этого они не ждут. Поэтому я так думаю. Тройка и четвёрка – это его… Четвёрка – его самое слабое место. Он не знает, не понимает, что такое ролевое поведение. Он совершенно теряется. Нужно сделать какой-то шаг, сообразно роли. И он не готов к борьбе. Там нет тройки. Он не хочет бороться за своё место. Он готов уступить. Он всегда готов уступить. Вот мама и Дженни. Ну, конечно, у них есть восьмёрка. У Дженни есть три-четыре. То есть, понимание своего ролевого поведения, целеустремлённость при пределах роли. Поэтому она не уходит от хиппи. Но семь-восемь – она хочет всё-таки чего-то особенного. Каких-то особенных новых идей. Она автор. Она пишет песню. Но чтобы выступить, она вынуждена вписаться в нехорошую компанию. Она ищет себя и не может себя найти. Но там не пятёрка. Она не человек самостоятельного поступка. Она человек группы. И она человек какой-то идеи. Один-два. Я бы ей не поставил один-два. Она, конечно, там видно, что она принимает наркотики. Но это вместе с группой. Это не её самостоятельное. Она не в наркотиках делала. Дело именно в группе и в ролевом поведении. Очень интересная мама. Потому что я считаю, что там есть три-пять-шесть-восемь. И вот почему. Ну, восемь, во-первых, она очень хорошо чувствует. И Фореста, и других. Шесть – она умеет всё объяснить. А вот то, что там есть три-пять, а нет четвёрки, это показывает, например, сцена с директором школы. Она поступает как три-пять, и, значит, придёт на моральные нормы. Вот я так думаю. Это очень странные типы, но на то такое странное кино. Теперь давайте посмотрим, что у нас в фильме «Малыш». Значит, я поставил Расти до стресса. Два, четыре, шесть, восемь. Всё чётное. Никакого эгоизма, никакого индивидуализма. Абсолютная чувствительность на всех уровнях. Желание рассуждать, желание ролевой структуры, отделение добра и зла, чувство сочувствия к обиженным и так далее. Всё чётное. Но в момент стресса, раз мобилизуется, и подросткам он уже три-четыре-семь-восемь. Три – целеустремлённость, семь – оригинальные идеи. Вот эти оригинальные идеи его кормят взрослого раса. Но он соблюдает ролевое поведение, хотя он чувствует по восьмёрке очень многое, но всё-таки тройка и четвёрка для него являются целевыми, потому что он очень хочет вписаться в капиталистическую систему. И семёрку и восьмёрку он использует как инструмент. А вот Эйми, она 3, 5, 6, 8. Она очень чувствительная, импульсивная, хорошо рассуждает, но она не может, не понимает, как раз ставить на первое место тройку и четвёрку. Она вот этого никак не понимает. Хотя видишь, что у него есть высокие уровни. И вот в конце фильма, раз уже в будущем на самолёте, на мой взгляд, это 3, 5, 6, 8. Он избавляется от тройлевого стандарта, он совершает поступок, и он получает гармоничную систему жизни. То есть по шестёрке описывает свой мир, мир становится гармоничным. У него исчезает желание бравировать парадоксальными идеями с семёркой, и у него исчезает привязанность к кролевой системе. Он поступает по тройке и по пятёрке с сообразно выработанной концепцией, но очень сбалансированной и всем выгодной и удобной. Вот примерно так я бы оценивал эти два фильма. В субботу встречаемся на вебинаре. Буду отвечать на те вопросы, которые не получили ответы сегодня. Спасибо.